Уважаемые коллеги, уважаемые президиумы, я хочу сказать, что Диларом Хамидовна сделал такой анонс. И я очень рада, что мне было поручено сделать доклад только по нашим технологиям. На самом деле мы уже внедрили и ТКР-терапию, но это все импортные расходные материалы. Мы уже провели запуски, у нас есть оборудование, некий опыт, но сейчас все приостановлено. Мы сами должны разрабатывать вектор, мы сами должны изучать токсичность и так далее. Какие это будут Т-клетки, мы не знаем, но мы знаем, что они будут работающие. И токсичность мы будем изучать, и неврологическую, которая оказывает те свои функции, о которых говорил Алексей Викторович. Это многогранная токсичность и требует многогранного подхода в понимании дозы, в понимании примедикации, чтобы эта токсичность была маловыраженной. И это возможно. Зарубежный опыт нам в этом помогает. Итак, клеточная терапия в нашем центре. Что же такое клеточная терапия? Я постаралась сделать доклад, очень понятный для клиницистов. Тут иммунологий будет минимум. Итак, клеточная терапия – это лечение путем введения живого лекарства, то есть живых клеток, которые были отобраны, размножены, обработаны или изменены вне организма. То есть мы получили от пациента и что-то с ними сделали, чтобы они оказывали именно противоопухолевый эффект. И цель клеточной иммунотерапии в онкологии – это лизировать, разрушать опухолевые клетки путем разной пути – замещения, восстановления или улучшения функций иммунной системы. То есть цель клеточной иммунотерапии – разрушать опухолевые клетки с помощью клеток иммунной системы. Что же собой представляют клеточные компоненты иммунной системы? Обратите, пожалуйста, внимание, что суммарная масса органов и клеток иммунной системы – более 5 кг в каждом из нас. 1,5-2 кг печени, 2-5 кг микрофлора, 10 кг кожи и слизистые, суммарная масса всех лимфоцитов – более 1 кг, и моноциты тканевые макрофаги – также около 1 кг. В организме взрослого человека содержится огромное количество лимфоцитов, и каждая десятая клетка организма – это лимфоцит. Из общего количества лимфоцитов в каждый момент времени периферической крови находится только около 2% лимфоцитов, и через лимфатический узел также проходит огромное количество лимфоцитов. И в настоящее время клеточная иммунотерапия насчитывает около 15 технологий. Это технологии на основе Т-клеток, это лимфокин-активированные киллеры в лабораторных условиях, Это лимфоциты, выделенные из опухоли, это кар-Т-клетки, и кар-Т-клетки сейчас также огромное разнообразие. И было показано, что кар-Т-клетки с гамма-дельта-Т-клеточным рецептором – это более специфические противоопухолевые клетки. Также геномодифицированные опухолевые клетки, НК-клетки, мезинхимальные столовые клетки. То есть при полноценном финансировании мы имеем целый арсенал клеточных элементов. И в настоящее время клинические исследования, которые проходят в онкологии на основе дендритных клеток, кар-Т-клеток, кар-НК-клеток и опухоль инфильтрирующих лимфоцитов – это передовые технологии. Клеточные продукты в нашем центре, вы видите огромное количество патентов, которые мы получили. Это и способы иммунотерапии костно-мозговыми дендритными клетками, аллогенные геномодифицированные опухолевые клетки на основе костно-мозговых дендритных клеток с фото-динамической терапией, с различными одевантами. Дендритные клетки на основе ракотестикулярных антигенов. И очень важным является изучение опухолевого микроокружения. Оно может быть иммуногенным и может быть слабоиммуногенным. Мы нашими вакцинами пытаемся сделать опухолевое микроокружение иммуногенным. Они как раз вносят этот вклад. Что же собой представляет иммуногенное микроокружение? Мы видим антиген, который специфически представлен с помощью молекул главного комплекса дистовсовместимости, и неспецифический ответ, где главную роль играют молекулы, которые представляют антиген, но без молекул главного комплекса дистовсовместимости. И здесь мы видим стрелочками именно антиген-специфический иммунный ответ. Мы видим плюсики, которые направлены и на антиген специфический, и на антиген неспецифический иммунный ответ. Это и есть иммуногенное микроокружение. Слабоиммуногенное. Здесь у нас антиген неспецифический иммунный ответ, он не развивается. Мы видим только антиген-специфический, но тоже он не развивается. И здесь мы видим экспрессию PD-1, CTLA-4, TIM-3 и других антигенов, которые как раз тормозят этот иммунный ответ. И мы видим красную стрелочку, когда этот ответ не реализуется. Но он реализуется, когда назначают иммуно-онкологические препараты. Как раз разблокируется этот ответ, и мы будем получать две зеленые стрелочки, если развивается иммунный ответ. Итак, очень важным является иммуномодуляция опухолевого микроокружения. И мы здесь видим в левой части нашего слайда T-эффекторы, то есть CD8 клетки. И M2, опухоли ассоциированные макрофаги, которые тормозят иммунный ответ. И синенький M1, который способствует. И когда мы назначаем высокие дозы цитостатиков, мы получаем иммуносупрессивное опухолевое микроокружение. Здесь преобладают макрофаги, которые поддерживают рост опухоли. И тормозят именно эффекторные клетки. Это высокие дозы цитостатиков. Если же мы назначаем низкие дозы цитостатиков, антиангиогенную терапию, понятно, что это не у первой линии, но на каком-то этапе лечения мы модулируем опухолевое микроокружение. И мы здесь получаем нормализацию опухолевого микроокружения для реализации противоопухолевого иммунного ответа. Здесь уже увеличивается количество макрофагов, которые активируют противоопухолевый иммунный ответ. И Т-эффекторов, и мы получаем стабилизацию заболевания, мы получаем регресс у пациентов. Это очень важный этап, скажем, в плане поддерживающей терапии или очередной линии той терапии, которая не оказала уже того воздействия, на которое мы рассчитывали. Очень является важной реиндукцией иммуногенности опухолевого микроокружения и противоопухолевого иммунного ответа. И снова же повторюсь, здесь важную роль играют вакцины, которые готовят опухолевое микроокружение для иммуномодулирующих агентов, где идёт подавление Т-регуляторных супрессоров и будет эффективна таргетная терапия. Очень важно обращать внимание на регуляцию активации Т-клеток. И сейчас в научном мире это очень активно изучается. И мы с вами видим, как реализуется иммунный ответ с помощью презентации опухолевого антигена и молекул главного комплекса гистосовместимости. Запускается первый сигнал стимуляции Т-клеток. Но нам важно, чтобы была стимуляция и второго сигнала. И здесь уже активируются все те молекулы, которые вы видите в нижней части слайда. И те важные элементы, которые видите в верхней части слайда, это и ПД-1, и ТИМ-3, и ЛАК-3, и СТЛ-4 и так далее, и так далее. И здесь запускается второй сигнал, костимулирующий сигнал, активируются Т-клетки. Т-клетки, которые оказались неэффективными, они подвергаются апоптозу. И мы видим третий сигнал, это уже цитокины, и запускается противопухолевый иммунный ответ. И важную роль в реактивации иммунного ответа в опухолевом микроокружении играет вакцинные дендритные клетки, которые получают из разных источников. Это и периферическая кровь, и костный мозг, и различные цитокины, с помощью которых мы получаем дендритные клетки. Вводятся разные дозы подкожно, внутрикожно, внутри лимфатические узлы. И здесь запускается также иммунный ответ. И снова мы видим, как дендритные клетки представляют молекулы главного комплекса гистосуместимости, которые могут быть снижены на опухолевых клетках, одновременно с неоантигенами, и запускается иммунный ответ. Активируются цитоксические Т-лимфоциты. И это очень важно. Важно понимать, как активировать дендритные клетки. И здесь вы видите незрелые дендритные клетки. Это наши вакцинные дендритные клетки, которые получены из моноцитов периферической крови. Вот они приобретают такую форму в процессе дифференцировки и созревания. Дальше мы их нагружаем антигенами. И обратите внимание, как они начинают активно двигаться, как они борются за эти антигены, как им хочется их захватить и активировать Т-клетки. И здесь мы с вами видим вакцинные дендритные клетки. Вот так они выглядят под микроскопом. Но дальше они набираются в шприц. И одна ампула 9 миллионов клеточек вводится пациенту на одну вакцинацию. И у нас разработаны различные дендритно-клеточные вакцины. В настоящее время мы сосредоточились на дендритно-клеточных вакцинах на основе раково-тестикулярных антигенов. Уже пролечено более 900 больных. Объективный ответ получен у 7% пациентов. Стабилизация у 40%. Медиа на времени до прогрессирования 16 месяцев. Двухлетняя выживаемость более 60%. Я хочу сказать, что здесь пациенты с исчерпанными возможностями стандартного лечения. И суть технологий заключается в том, что мы получаем образец опухоли. В настоящее время у нас есть банк аллогенных клеточных линий, богатых раково-тестикулярными антигенами. Поэтому нам не требуется образец опухоли. Мы получаем антигены, получаем дендритные клетки, нагружаем и вводим пациентов. В настоящее время у нас разработано учебное пособие для врачей, где коллективом экспертов нашего центра разработаны показания для назначения пациентов с солидными опухолями. И я хочу сказать, что мы сами не назначаем вакцинотерапию. Это обязательно междисциплинарное заседание комиссии и определение, кому, когда и как лечить. У нас подведены итоги 15-летней выживаемости пациентов с диссеминированной меланомой, которые получали геномодифицированную вакцину. И нами было установлено, что есть пациенты с благоприятным прогнозом, кому показана эта вакцина, и неблагоприятный прогноз. И мы определяем в периферической крови иммуносупрессирующий фактор, который называется микей. И если цифра низкая, это благоприятный прогноз, это хорошая выживаемость, таких пациентов надо лечить. И если высокая, то необходимо каким-то образом, может быть, плазмофорезом или какими-то другими способами уменьшить это количество периферической крови, потому что опухолевые клетки продуцируют этот фактор. И вакцина не сможет, вот та вакцина, которую мы применяли, не сможет преодолеть этот неблагоприятный прогноз. Может быть, какие-то другие клеточные технологии, которые я перечислила в начале доклада, будут более благоприятными. Необходимо проводить такой поиск. Очень важным является лечение сарком мягких тканей. Мы видим, какая динамика показателей заболеваемости и смертности. И это кривые практически совпадают, поэтому и лечить их очень трудно, потому что я всегда говорю, что это как кубик Рубика. Некоторые опухолевые клетки разрушаются, другие получают возможность роста, неконтролируемого роста, и поэтому необходимо думать о лечении. Идеальная мишень для противоопухолевой терапии – это рак вот из секулярной антигены. Они не экспрессируются в нормальных тканях, они экспрессируются в опухолевых тканях. И чем больше пациент получает химиотерапию, тем больше высокая эта экспрессия в тканях. Мы провели сравнительный анализ экспрессии этих антигенов клетками различных солидных опухолей. И мы показали, что эти антигены есть в различных солидных опухолях. Здесь эту кривую уже представляла Деларом Хамидовна. Еще очень важное направление – это изучение опухоли инфильтрирующих лимфоцитов. Мы провели такое исследование для рака молочной железы. И мы показали высокую инфильтрацию Т-клетками, CD8-клетками, но увеличивается экспрессия Т-регуляторными лимфоцитами, обратите внимание, 32%. И они, конечно же, тормозят развитие противоопухолевого иммунного ответа. Т-клеточная иммунотерапия очень важна. Но здесь необходимо подбирать индивидуально ошеляги на тип пациента. Необходимо подбирать именно совместимость раково-тостикулярных антигенов и ошеля фенотипа. И наша задача сейчас – остановиться и пытаться лечить более ранние стадии пациентов, где иммунная система еще сохранна, где еще можно оказать воздействие на опухоль с помощью иммунной системы. У нас есть небольшой опыт, это есть одногодичная наблюдаемость вакцин при опухоле центральной нервной системы. И мы с вами видим, какие хорошие результаты мы уже имеем. Розовый – это этап лечения до дендритно-клеточной вакцины. Далее пациенты переходят на дендритно-клеточную вакцину после прогрессирования. И мы видим наши результаты, однолетняя выживаемость, по сравнению с международными данными, более 62%. И вот пациент, у которого были первые симптомы заболевания еще в июне 2022 года, хирургическое лечение, прогрессирование, повторная операция, прогрессирование, курс лечения химиолочевой терапии, частичный ответ, присоединили вакцину, бивоцезумаб, и уже с ноября 2022 года по август 2023 года без признаков метаболической активности. Здесь мы также видим демонстрацию этого случая. И в заключение, хочу сказать, что нарушения в работе иммунной системы возможны. Они универсальны для различных типов опухолей. Но многоступенчатость и изменчивость иммунной системы позволяют преодолеть гетерогенные злокачественные трансформации, восстановить иммунологический гомеостаз и контроль над опухолью с помощью современных клеточных технологий. А это коллективы. Мы без экспериментальной лаборатории не можем двигаться дальше. Поэтому научная лаборатория канцерогенной застарения, наш научный отдел онкоиммунологий. И мы потихонечку двигаемся вперед. Спасибо за внимание. Продолжение следует...